Я спала в этой комнате. Примерно в 5 часов утра я проснулась от странного хлопка, как будто петарда возле кровати взорвалась. На меня даже штукатурка посыпалась. Я включила свет и обомлела. В стене образовались большие трещины. Два месяца инвалида второй группы мучает бессонница с того самого момента, когда на стенах новой квартиры появились глубокие трещины. Примерно такой же рубец у новоселов сейчас на сердце. Едва сдерживает слезы, говорит Бахар Мамедова. «Я писала заявление в соответствующей инстанции, но никто не обращал на это внимания. Лишь после того, как мы обратились на телевидение, пришли рабочие и начали наконец-то штукатурить треснувшую стену». Проблемы в девятиэтажке в доме номер 35 в микроэнни Нурсад начались с первых дней заселения. «Когда мы только переехали, в первый же день побежала вода по стенам с верхних этажей. Я не раз бегала к строителям. Оказалось, что кран прорвало аж на восьмом этаже, и вода за несколько минут просочилась до первого этажа. Представляете, из чего сделаны стены? В подвале всегда собирается вода, нам приходится постоянно откачивать ее». По словам представителей строительной компании, в том, что стены треснули, они не виноваты. Квартиры, мол, долго пустовали, людей не заселяли. Значительный перепад температуры сделал свое дело. Стены из газоблока не выдержали и треснули. «Этот материал, как известно, не любит резкого перепада температуры. Примерно год этот дом был не заселен. За это время погода была разная, поэтому и стены стали расходиться. Но это не страшно, сейчас все заштукатурим. Ну а потом жильцам необходимо не допускать температурных перепадов в помещении». Местные жители, в свою очередь, заявляют, что это всего лишь росказни строителей. Новоселы, среди которых в основном инвалиды и матери-одиночки, требуют создания специальной комиссии, которая должна дать заключение по качеству домостроения и, если понадобится, привлечь ответственных лиц за ненадлежащее строительство.